Ну что, ребяточки, давно я не снимал ничего с фестивалей, и я думаю, сегодня тот самый день, когда нужно это начать, потому что гадалочка мне нагадала, что всё только начинается, и пора разгонять YouTube. Мы сейчас находимся на Джон Кальяна, цыганский фестиваль, и давайте походим, погуляем, подоёбываемся, посмотрим так быстренько, ненавязчиво, какие-то новиночки, шо ты улыбаешься? Оп, ручку позолоти. Земляк, здорово. Земляк не пойдёт, нужна монеточка. Чеки садили, наделали. Это дава дым, за кадром. Сзади меня стоит маленький такой шатёрчик, это точка росы, либо по-другому точка дью. Чем отличается этот стенд, и чем он интересен, я вам сейчас расскажу. Короче, ребята, с помощью климатической техники, которая, кстати, есть у них даже в Кальяной в Москве, называется она Ла Смоук, можно покурить при условиях 95% влажности. То есть в их Кальяной, либо вот в этом шелтере. Можно сделать себе абсолютно любой климат, при котором ты можешь покурить. Любишь курить в хамаме? Точка дью может это устроить. Живёшь где-нибудь в Куево-Ку-Куево, но хочешь покурить будто на Бали, обращайся к ребятам из Точка Росы, и они ебанут тебе на хате климатическую систему, которая всё это вытащит. Чё, пацаны, мы сегодня на Бали или где? Может, в Сахаре? А сегодня в Доминикане, да. Сегодня в Доминикане здесь? Доминикана здесь, конечно. Да, и прошёл в Доминикану. Опа! Как твой организм оценивает разные климатические условия? Вообще великолепно бросится. Чё, поставишься такой домой? А у меня уже стоит. Стоит уже? Точка Росы нормальная? Чё любишь? Доминикану, Сахару, Бали? Я чисто, я по влажности берегусь, чисто, больше. По влажности? А чё, подруга не даёт тебе влажность? Или не стараешься? Ты когда у меня спросил, точка чистости, я сказал, нет, просто точка. Мы находимся в тропических джунглях, и на самом деле реально сложно по-другому дышится. Расскажи вкратце и вообще, чё, как, почему. Почему мы в тропических джунглях? Вообще, как это всё работает вкратце? Вкратце, мы подаём воду под высоким давлением, настолько высоким, что она вращается в пыль. И в моменте испаряется, прям испаряет сразу и увлажняет нам воздух. Кальяный лосмок, который представлен в данной системе, тратит за смену полтонны воды, чтобы поддерживать уровень влажности, потому что при курении, при постоянном заходе-выходе гостей в заведение, у нас очень сильно скачет влажность. Девочки, вы понимаете, да, где очень влажно? Где очень влажно? Лосмоки. Это к нему. Точка, где всё сделает. Чё, в каком у нас сегодня расписании? Будет ли что-то экстремальное? О, экстремальное у нас сегодня будет. Подскажи, пожалуйста, через час? Через сейчас. Сколько процентов через час? Будет до 80, до 90 процентов влажности. В автомате сидеть будет? Да. Почти, 90-95 процентов, но потом эксклюзивно для тебя создадим 100% влажность. Ты почувствуешь, как курица при 100% влажности, табак раскрывается совсем. Короче, да, ребят, если вы хотите больше послушать про эту климатическую систему, и, как я понял, вы занимаетесь ещё и можно поставить любой кальяной. А идеальный вариант, знаете, ребятки, если у вас есть ебучая вип-комната, где вы издираете с людей ебучий депозит, то, бля, позаботьтесь о их комфорте. Вот випочку можно въебать такую систему. Но, если вам интересно, то, я думаю, мы завтра заедем в Лосмоук. Конечно. Покурим там и заодно всё это тоже поснимаем. Так что это точка росы, мы ещё не отключаемся. Короче, точка росы, либо точка дью, это нереальное ощущение при курении. Необычно. То есть, сейчас я курил при 87% влажности, и первое время там очень сложно. Но только ты начинаешь привыкать, и становится прямо реально легко курить и дышаться. Но самое интересное, что точка дью, точка росы, она всё это оборудование, вашу кальянную, поставит бесплатно. Они работают по системе подписки. То есть, они полностью всё оборудуют, замонтажат, всё настроят. И тебе в твоей кальянной за климатом следить не нужно. То есть, ты примерно говоришь параметры, и они на протяжении всей подписки, пока ты с ними сотрудничаешь, сами держат нужную температуру. Соответственно, также все расходники, какие-то ремонтные работы, это всё за точки росы. Всё, блядь, точка росы решает. То есть, ты по факту просто плачешь ежемесячную подписку и пользуешься самым ебучим климатическим оборудованием, вентиляционным оборудованием у себя в кальяны, что, в принципе, может увеличить средний чек, а также может спокойненько тебе накрутить новых посетителей, которые хотят курить в довольно-таки очень крутых условиях. А это уже стенд отдали, как ни странно. Здесь сидит гадалочка и что-то кому-то гадает. Но и лучше к ней не подходить, потому что она гадает хуйни. Верьте только в себя. Здесь по классичке зона прокурор. Вот так, вот так. Всем общий ебароцесс, приветствуем всем на Адалия, потому что у нас сегодня по-любому любой гость, который пришел на это мероприятие, должен посетить наш стенд Адалия, потому что это тот, с чего мы начинали. Конечно, ты это увидишь, когда уже фестиваль закончится, но, по крайней мере, будешь жалеть то, что не посидел данный стендик. И здесь есть 4 или 7 новых вкусов, которые еще никто курил. Это от Адалии. В классической линейке, не в линейке Black. И вот они здесь дают и всем раздают. Что по новым вкусам? Кстати, у нас новые вкусы появились, можете попробовать. Это Джек. Джокер. Джокер, я арабская. Джокер. Джокер. Это мультифрук тропическая. Там мятную пастилку еще тоже можете попробовать. Не пастилку, а мяту. Сладкую мяту. Обязательно пробуйте. И Адалия Black в той стороне. Так, ну что? Начинается просто ебучий ливень. Все люди тырятся, кто куда. Кто куда бежит, льет просто пизда. А, Джон Калиал, ауежный с вором. Все начинают сьебываться. Здорово! Так, ну а что, а что, а что? Все тырятся, где только могут. И это у нас стенд компании HUB. И тут у нас Ариф. Как дела, Ариф? Как дела, мой друг? Хорошо, брат. Как дела? Как дела? Да, хорошо. Зайбал, брат. Рейн. Октябрь и ноябрь. Нет боли. Так плохо. Смотри. Так плохо. Где? Дирксайд, Спектром. Окей, окей. Как дела? Так, свет очень сильно рябит. Я думаю, это не помеха. Собственно, компания HUB это вот такие вот красавчики. Вы их все знаете. Вот, собственно, по вот таким вот малышам вы тоже их все знаете. А это у нас Артем. Артем, ну-ка, покажи супер-ебучие новинки, блядь. Так, ну, в принципе, последний у нас это Mars Pro. Пока нет продажи, большое время появится. Здесь у нас трехфазная резьба, трезоходная. То есть можно будет заходить с трех сторон. Так, здесь у нас уже идет мощный новый порт 2.0, который позволяет защитить магнит. Здесь у нас как раз таки... Понял, нахуй, блядь. Защитить магнит. Потому что компания HUB заебала, чем высылать магниты. Нет, нет, они у нас есть комплекты. Просто есть проблема то, что спустя там год-два и из-за попадания влаги магнит приходит не вон. Мы хотим сделать так, чтобы люди могли перейдолго и кайфовать. Все те, кто дико ебался, как же бы все это красиво накрутить туда, наложить, чтобы было все красиво внутри, при этом курилось. Компания HUB предлагает вовнутрь за 400 рублей вам стаканчик из Макдональдса и с вкусной точкой. У вас там водичка, а все вокруг можно закладывать разным дерьмом, которое вы только захотите. То есть в данном схвате здесь Дон Переньон. Вот так вот. На самом деле половина людей здесь не очень сильно фанатеют от компании HUB, но просто во время ливня это был ближайший стенд с крышей. Поэтому они все здесь. Я больше чем уверен, что менеджеры, которые сейчас на компании HUB, очень этим довольны, потому что понимают, что повысили KPI-ку и проходимость стенда, и вон быстренько все на бумажечках фиксируют. Вот он стоит фиксирует, думаю, заебись. Я не буду указывать, что был дождь, но скажу, что мы собрали ебучее количество народу. Блядь, ебучее мерцание на этих лампах. Ну, короче, вот такие щипчики, которые похожи на уточку, на курочку. Прикольные миласки. А это ребята из Timeless. И они здесь сегодня стоят на стенде и забивают хорошие люкс-чашки. Хай-люкс-чашки. Но у меня ебучий дождевик от компании Spectrum, и поэтому на дождь я просто клал огромный хуй. Мне вообще похуй, понимаете? Есть дождь, нет дождя. Я просто хожу и снимаю, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни одна, блядь, ни одна выставка сейчас не проходит без стенда от компании Bonch. Ну, и сейчас, конечно же, туда добавился еще и Рейди. И, кстати, сегодня, кто вдруг не знал, но уже, блядь, смотрит это видео, вы пропустили самое, что ни на есть важное. Компания Рейди и Бончи сегодня первый раз в жизни продают свой мерч. Мерч, за которым многие люди охотятся и реально готовы платить за него большие деньги. Собственно, это мерчевая тряпка Bonchia. Она специальная. Она стоит от 100 тысяч, и сегодня ее можно купить. Здесь также вот такое вот сшило. Блядь, я не смогу, у меня руки мокрые. Позолоти ручку, вот такая вот футболочка, она у меня уже есть. Собственно, здесь также можно купить вот такое. Это у меня тоже уже есть. Вон вот там футболочка, все здесь работают. Всем весело, круто, и на меня смотрят, и как доебалово, знаешь, такое. Как дела? Нормально. Позолоти ручку, монеточка, мне не хватает на табак. Я только маскармоз. А еще очень-очень редкий кадр, а я вам сейчас покажу это, многие даже и не знают, как выглядит Никита Смоки Трип. Вот, собственно, он самой личной персоны. И работает на забилочке своих трех новых вкусов, которые выпустили с компанией Рэйди. Никит, как тебе, как людям? Людям нравится. Людям нравится. А тебе? Ну, мне нет. Как вы видите, на Джон Кальяне они есть. Это у нас Фумо. Это у нас, как я понял, Фури. Это Суак. Это, собственно, Инфлейф там есть. И стендов нас... А, вот, Лост Мэри. И эти стенды здесь есть. Ничего не сделаешь, но, по крайней мере, в отличие от того же Хука Клаб Шоу, здесь их не так много, и они как будто отобраны, понимаете? И, как минимум, они здесь все очень симпатичные. Давайте пойдем посмотрим. Короче, то у нас уже второй стенд с электроночками, это Лост Мэри. И давайте их тоже посмотрим, какие они красивые. Пятерка. Это пятерка, и вам не пятерка. Из этих, ну, здесь нет. Может, не только посмотреть, но и попробовать надо? Кого? Надо не только посмотреть, но и попробовать. Да, блин, если бы вы на фестивалях давали их, как все другие бренды раздавали бы блогерам, то было бы что пробовать. Так, вы оставьте контакты, мы отарим, чтобы мы все попробовали, конечно. Так, ну и что, ребятки, еще уделим немного времени электроночкам. Вам здесь интересно, или вы просто прячетесь от дождя? Интересно, мы участвуем в розыгрыше. А что разыгрывают? Одну электроночку на 500 тяг? Нет, полугодовой запас. Полугодовой запас. А с чего он расценивается, что одну электронку курит в неделю? Не знаю, но здесь вкусные жижки. Жижки вкусные, вау. Давайте, собственно, посмотрим на эту красоту. Выглядят они примерно вот так. Либо кто любит ПДСМ, у себя черненькое, вот так. А еще есть вот такие, и такую я видел у своего друга. Есть вот такие. И есть, собственно, вот такие вот добрые, милые люди. Я, конечно, не фанат букмекерских контор, прочего-прочего. Но, ребят, смотрите, что здесь есть. Стенд от компании Alimbet. И я думаю, надо туда зайти и просто посмотреть, что они вообще здесь делают. Я думаю, будет прикольно. Давайте все это разглядим, посмотрим. Поверьте, ребят, когда бренды... Если вы, собственно, на следующий Джон Кальяна Пес будете закупать себе стенд, то очень внимательно смотрите на локацию, кто из более крупных рядом с вами, чтобы не получилось так, как бренд BV Куал. Мне их реально очень жаль. Давайте мы сейчас просто пойдем и поснимаем, как этот стенд расположен. И, собственно, какая тусня возле него идет. Абсолютно никого нахуй на стенде там нет. Потому что находится он где-то за более крупными, блядь, игроками. Где-то на их бэкстейджах. И там реально никого нет. И это очень обидно. Это очень обидно. Поэтому внимательно изучайте, где будет расположен ваш стенд. Так, ну что, это у нас айсберг лаунж зон от компании BlackBurn. Не знаю, пустят меня туда или нет, но... Привет, привет! Его, походу, не пустили сюда. Не, мы регаемся только. Как оно? Все шикарно, все отлично. Давайте-ка мы просто пойдем и заглянем, что же там и есть внутри и почему люди пытаются туда попасть. Зачем ты пытаешься туда попасть? Не знаю, все стоят, а я стою. Все прыгнут, ты тоже прыгнешь? Да. Понятно. Собственно, здесь вот так вот вам посидеть, послеврить. О, здорово! Привет, а что здесь стоишь? Мы вот интернет ловим, не можем зарегаться. Почему? Ну, интернет нету. А зачем? Ну, вот так получил. Жизнь такая. А что, вон там нельзя покурить кальяны? Ну, нет, просто сюда хотим зайти, это же Бургбёрт. Ничего. Посмотреть, что тут есть. Большая лауз-зона. Такая, я не разговариваю. Большая лауз-зона. Я предлагаю просто все бунтом прорвать и все. Да, это, наверное, так. По-цыгански ведь все общее, ведь все общее. А, ребят, сори, я вас всех крупно... Я вас всех крупно наебал. Здесь электронок просто пизда сколько. Эльф-бар, Игнейт, HQD, блядь. Их реально здесь дохуя просто. Так, короче, это Сарма, и я не понимаю, почему здесь написано больше, чем кальян и Сарма. Надо пойти узнавать, ребят. Причем здесь больше, чем кальян и Сарма? А мы сделали коллаборацию? Коллаборацию вкусов? Да. А, то есть вы льва скинули, сделали коллаборацию больше, чем кальян? Ну, по-ходу, да. О, инсайдик пролетел. Короче, блядь, давай, Бог, поднимем. Вот, по-виду, вкусов. В трех линейках, в легкой киндер-шоколад, в средней ягодах нижениха и в крепкой на свородино-базейке. Ну да, кук. Вот так, ребяточки, Сарма, оказывается, сделали коллабочку. У них, собственно, стоит такая же тачка, которая у меня есть. КОНЕЦ! короче это пик пати это розовая выставка от компании маска тут соответственно тусят разные люди что еще а хуй знает что еще промышка вы говорите даже не знаю что-то делают а какие-то новые вкусы есть вот ребят ебучие просто дождевички короче я не знаю просто не знаю не знаю смотри это это все пацаны это все пацаны и они сидят гадалки они сидят гадалки ответьте на вопрос давай нахуя вам это надо блин потому что мы очень любим за кальянов а гадалка наху а гадалка на пыль от выкинули да я женат у меня жена попросила кое-что узнать я должен узнать что угадал потому что реально настоящая гадалка блин конечно откуда здесь только гадалок а ты думаешь это настоящая монета нет ну ваш не настоящий ты думаешь что фестиваль настоящий это матрица на сто процентов а мы сейчас идем вкусно приятного аппетита а мы короче идем уже более массовой застройки обычной где она собрана наибольшее количество стендов и собственно уже с ними посмотрим по новиночкам по всему такие более интересные застройки мы потрогали посмотрели даже на электрон очки обратили внимание в этом макинка дали парочку штучек компания дафт есть на этой выставке и вот собственно они собственной персоной у них не такой огромный стенд но они есть и здесь есть собственно вот это вот это есть вот это привет и ребяточки что-то делают что-то дают что раскруют конечно ром и шутова мы не увидим привет и компонентов жива так собственно вот такая местная гамма ребятки и это все очень недорого также ребятки могут под вас сделать любую штучку потому что у них есть на это все возможности целый вагон завод так скажем где можно все это все это делать так мы что мы идем к самому важному стенду этого фестиваля это механика и собственно вау что это происходит специальная лимит джипси блять эдишен цыган блять цайбер это ребята вымокшие уставшие у них походу течет нахуй крышу блять у нас потих почем вот вот вы 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 пиздели про организацию джейс хоккэшана а вот вам и дали дырявый стенд да да пришли просверлили блять чё как все раскупили почти 5 штук 5 штук осталось а мне не осталось ничего блять ладно удалить нахуй короче ребяточки да это реально круто выглядит но ничего страшного я подожду этого механика мне отправят они уже просто начали здесь стоят мы у нас смирение началось ну да уже не прошел да ну что недалеко отходим от компании механика смог идем к еще одним крутым ребятам у по организация поехала идем к щек одним кривитым ребятам эта компания и лисит хука и они лет уже делают так чтобы всем было удобненько и давайте поглядим на новые блюдечки такое крутое блюдца реальное решение для углей потому что блюдца реально крутой иногда на него очень-очень жалко так собственно новые цвета вот его кстати кто хотел посмотреть более деталь ну и кто собственно хотел посмотреть как и лисит в черном цвете выглядит живую то выглядит он очень круто и текстурка не теряется рисунка поэтому собственно все очень круто очень взрывать беленький тоже признато выглядит вот такие вот кальяны ребят сделали и наверное находит а где блять где ваши миласки были не доехали не доехали кстати ребят сделали ебучие милаки такие же квадратненькие как гелик но они не доехали поэтому это не и мне пока же